Вот именно здесь активно применяются такие команды как tail и head, потому что файлы бывают вырастают до очень больших размеров. Cutнуть, а потом найти, это во-первых долго, во-вторых проблематично. В большинстве случаев нужно все-таки смотреть то, что вот у вас сейчас происходит, это конец файл. Здесь нет файла Chrome. Вот последние 10 строк, последние 10 событий, которые записаны в журнал работы планировщика задач. Тут переносы просто потому, что на весь экран не влазят, так что они каждую строку занимают отдельно. То делать если нам нужно 10 последних строк, посмотрю, это 20. У нас есть параметр минус n. Уже будет побольше информации. можно использовать без n, tail минус 20 просто. И то же самое будет, просто более короткая запись. Есть еще очень удобный параметр tail минус f. Можно совместить, да, с n 20. Что он делает? Он выводит на экран новые записи в файл, как только они в этот файл записываются. Тут процесс не очень активный, но в случае большой нагрузки файлы постоянно обновляются и строки могут бежать очень быстро. Давайте попробуем сгенерировать какое-нибудь событие. информация об авторизации пользователя. Например, вот добавилась запись о неудачной авторизации на PSSH. Прямо тут же я не выходил и заново не делал ничего. Что делать? Если у нас очень большой лог, и нам нужно найти событие только по какому-то ключевому слову, например, failed. Нам нужно вывести в стандартный поток, перенаправить его в утилит-греб для поиска по тексту. И вот мы нашли все. Все записи со словом failed. Тем самым можем посмотреть, кто и откуда пытался неудачно авторизовывать. Но это вполне рабочая ситуация, когда у вас пытаются подобрать пароль, например, и вы можете так узнать, ну, проанализировать информацию и заблокировать какой-нибудь IP-адрес, который пытается подбирать пароли. То есть мы можем делать какую-то двойную фильтрацию. Все неудачные попытки определенного пользователя. То же самое, конечно же, мы можем получать на лету. Делаем, например. Вот появились записи. Это удобно, когда у вас большое количество записей пишется в файл, а вам нужно не все, что туда пишется, а только какие-то конкретные вещи. То же самое с помощью утилиты grep можно искать файлы в директории. Например. Да, вы нашли только определенный файл. Быстро узнали, есть этот файл или нет. Еще хорошие утилиты для просмотра файлов. С помощью нее можно перемещаться вверх-вниз, как по строчной, так и по экрану. То есть пайджа-пайджа. Можно быстро перейти на какой-нибудь номер строки. Двадцатая строка. Двадцать и клавиши G. То есть вы пишете номер строки и G. Нажимаете и попадаете. Также можно искать. Начинается со слэша и потом пишите, что вы хотите найти. И попадаете. Чтобы на следующее включение перейти, можно, например, слэш Enter нажать или просто клавиш N. Это поиск сверху вниз. Если мы хотим искать снизу вверх, то нужно начинать с вопросительного знака. Поднимаемся вверх. Когда мы говорим next, мы поднимаемся вверх. Более подробная справка. Less minus help. На этот можно посмотреть справочку. Выход Q. Вверх. Но вот в поиске. Назимаем снизу. Алис 500. Но зимы. Гэти. Нуidos. И вверх. 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 Волос.